Сижу на диете, врач назначил, желудок сильно болит после болезней, после простуд, после всего. Решила тут, как бы готовлю рыбку. Недавно окунтерпу готовила на пару, а сейчас себе приготовлю селёдку. Я люблю селёдку, солёную мне пока нельзя. Вот заранее купила, почистила, всё обработала, промыла, сюда вовнутрь заложила и корочка у меня тут. Вся чистенькая, водичку заранее нагрела, подсолила, соли много мне тоже нельзя, почистила лучок. Это не рецепт, просто делюсь то, что готовлю. Сейчас себе сделаю, как говорится, на водичке, на бульоне буду кушать. А так кушаю, что мне надо, можно овсяную кашу на воде, поставили панкреатит, таблетки назначили, ноль пазу пью. Утром и вечером натощак, за час до еды. А после, как покушала, принимаю панкреатин, две таблетки, не знаю, 7 числа на приём пойду, может там ФГДС назначат, не знаю. Вот пока сижу после болезни, вот так лечуся. Болела так, что на стены лезла. Добавила лаврушку, посолила, перец не буду, горошком у меня нет, я бы положила. Сейчас на медленный огонь. Селёдочка у меня тихоокеанская. Нежирная, добавлю маленько растительного масла, как мама раньше готовила нам, так же и приготовлю. Поставила на медленный, на троечку. Сейчас она у меня пропарится и буду обедать. Чтоб бульон был маленько, как говорится, повкуснее, добавлю маслица маленечко, прям на селёдочку полью. Немного. Вот такая вот всё. Соль, лук, лаврушка, сама селёдка, чистая, помытая, вычищенная, вышкубленная. Тут мне повезло ещё икра. Но я молоки тоже ем. Так что вот такой у меня обед. Ну и кусочек чёрного хлеба. Конечно, его нельзя, надо сухарики. Ну, что-то я уже устала, я уже вторую неделю сижу на диете. А что ещё кушаю? Пока готовится, поболтаю с вами. Что я ещё кушаю? Ужинаю, чем. Ну, вот омлет делаю себе, два яйца, ам, а чуть-чуть молочка. Чай пью без всего. Больше ничего и не ем, мне кажется. Нет, больше ничего такого я кушала. А, нет, вру, тевтельки делала на пару, правда, без этого, без чеснока, без всего, на пару. И котлетки делала на пару. Всё. Вот за неделю вся моя еда, как говорится, кушаю. Скорее бы уж сходить на приём, да, посмотреть, что там, как там, как там панкреатин. Ну, панкреатин, ну, панкреатит вроде проходит, уже бог не болит, а так была боль, не знаю, даже вообще сил не было, не снимать ничего, так что извините, что не снимала видео. Всё, сейчас будем снимать. Вот, поедем сейчас в деревню завтра. Так что, так вот, болезни, как говорится, никого не это. Даже какая-то простуда дала такой толчок на желудок вообще. Это был просто кошмар. Так что, не будем говорить о плохом, всё хорошо. Рыбка моя сейчас приготовится, буду обедать. Готовится она очень быстро. Закрыла под крышку. И включила на однёрку. Приготовится сейчас. И будет, как говорится, полноценный мне обед. Картошку мне пока нельзя. Так и питаемся. Таблетки показывать не буду, просто сказала название. Это не реклама, каждому своё лечение. Потому что назначает врач. А ещё пошла, пошла проходить диспансеризацию. Почти что всё прошло. 7-го числа кардиограмма у меня. Что мне ещё надо будет пройти. К хирургу сходить надо будет ещё. И к глазному. Глазному запись вообще там далёкая за месяц. Так что глаза надо ещё проверить. Вроде больше ничего. Анализы сдала, всё сделала. Врачей прошла. Хирургу прошла, смотровую прошла. Всё прошло. Ну а там дальше терапевт скажет, что проходить. Ну всё. Приготовила себе селёдочку. На бульоне. Вот такая красота получилась. Ой, простите. Вот такая красота. Приятного всем аппетита. Катя будет обедать. Приехали в деревню. Сегодня у нас 4 мая. Завтра Пасха. Завтра видео, видать, выйдет уже на Пасху. Так что поздравляю всех со светлой Пасхой. Желаю здоровья, бодрости духа и всего самого хорошего. С землёй работать нельзя. Никуда не лезем. Так хожу, посматриваю, что где кого. Конечно, работы много. Всё надо обрезать, убирать. Сделали. Мама, вот тут клубника. Отошла. Закрыла мне всю ремонтантную клубничку. Сколько смогла. Надо какой-то кирпичик сюда подставить. Ой, её метёт. Сейчас найдём что-нибудь. Так вот. Чтоб она была прикрыта. С осенью у нас всё запахано. Огород. Весь. Так. Поменяли у мамы шланги. В этом насосной. Теперь у мамы вода хорошо бежит. Убрались в домики. Маленько я прибралась. Ну, это видно, что в огороде нельзя сегодня. С землёй нельзя возиться. Цветочки вот отходят. Аквилегия уже, видите. Потом приеду седьмого числа. Буду всё делать. Лилии надо проверить. Отошли, не отошли. Вот лилии. Потому что многие говорят, что у многих повымерзло всё. Будем смотреть. Дельфиниум вроде ничего. Собачек не переводили ещё. Маленько в домике разгребли. Паласы убрали. Подмела. Коврики навешали. Здесь вот ещё не подметала. Так, подушки повынесла. Дверь открыта. У нас же печки в доме нету. И поэтому, как говорится, вентиляторы не включали обогреватели. Убрали паласы с полу. У нас вот такие конвектора. Ещё не подключали. Так, проветриваем окно открыто. Разобрали вещи, которые привезли зимой. Тут полная кровать была. Водички свежие принесли. Здесь маленько раздвинула, поставила. Вот так вот. Окно открыли. Пусть тепло идёт. Телевизор подключили. Сейчас баню будем топить. Протопим баньку. Хорошо в деревне. Вообще красота. Помоем машину. Сегодня уберёмся. Потому что руки так и чешутся пошкрябать что-нибудь. Так и чешутся что-нибудь пошкрябать. Огороды паханы с осени. Думаем, будем пахать, не будем. Ещё думаем. Хорошо. Ветерок какой-то. Правда, говорили сегодня 18 градусов. Ещё руки сюда не дошли. В стайке убраться надо. Всё побелить, приготовить для курей. Может, штук 5-10 возьмём на лето. Здесь вот убраться надо. Вот это вот чернозём весь выгребсти. Курочек заведём, не заведём. Посмотрим по обстоятельствам. Баню сейчас затопим. Маленько, чтобы полы дома протереть. Где-то руки помыть. Где-то что-то. Водичка нужна. У нас там шланг упал. И намёрз лёд. Вот. Отковыряли. Такая льдина не отходит ещё. Ну, почти уже рыхлеет. И здесь. Вот, смотрите, какой лёд. Падает, да, он сам? Да. А, там же бочка у нас. Я забыла. Я вообще забыла, что там вкопана бочка. Вот столько льда. Там большой-большой слой. Ну, ничего, растает. Воду сливаем. Здесь вот тоже надо убраться, всё перепахать. Это у нас со стайки навоз. Преет позапрошлогодний ещё, наверное. Так, ну чё, это, затопляем? Да? А на крыше там птички не натрепали на трубу? Ничего, нормально? Затопляй, конечно, так охота эта банька, чтобы дымок пошёл. Вот здесь уборки тоже, здесь вот, здесь бимка будет сидеть. Тут вот так вот отгородим. А здесь я запашем. Не знаю, капусточку там внизу хочу посадить, капусту. Земля хорошая. Там у меня убраться надо, там малина отгородить надо, смородина и жимолость. Тоже всё это отгородить. Туда ещё не ходила, не смотрела, как там отошло, не отошло, всё. Увезли из квартиры помидоры в теплицу. Всё сделали. Помидоры, клубнику, которую саженцы купила, тоже уже в теплицу всё убрали. Собак пока сюда не переводим, потому что маме далеко таскать. Кушать, кормить их собачек, пока там посидят. Потом уже приедем, переведём числа 18-го. Здесь вот ещё запахать надо будет. Здесь не пахали мы. А, да, здесь мы не пахали. Здесь капуста у нас сидела. Нет, здесь не пахано точно. Здесь капусточка сидела. Планируем, что мы... Здесь площадку оставить побольше для отдыха. Вот такую побольше оставим. Бассейн хотим купить сюда. И беседку сделать, отдыхать. Вот так здорово в деревне, хорошо. Здесь вот снег кидали, зимой приезжали. По весне, не зимой. Март, наверное. Вот целый член воды набрали, как говорится, для полива. О, прелесть просто вообще. Это со снега вода натаяла. Вообще хорошо. Что мы тут ещё? О, земля рыхлая. Здесь вот мне надо убираться будет. Приеду. Лук. Ничего я не делаю. Вот лучок, видите. Вот, вылазить надо почистить, чтобы он быстрее отошёл. Лучок. А то он в этом мусоре сидит. Красота. Скоро будем кушать свой лучок. Да уж, почти скоро. Правда, бордель такой. Ещё подсажу. Ну, ничего, вроде весь отошёл. У соседа пчёлы. Деревня красота. Сейчас пойдём на речку. Не переключайтесь. Ну вот, пришли на речку. На подворок. Что-то это, к реке как-то прохладно. Кстати, ёлочки отличаются, да, вообще. Одни какие-то не лохматые, а другие какие-то красивые. Вот эта ёлочка вообще. Красота такая. Природа просыпается. Слушай, Вань, мы так и не нашли ни одного подснежника. Я хотела это... Мы вспомнили, пойдём смотреть, где кедраж. Где? Не знаю, где. А я-то что, его собирала, кедраж? Я даже не знаю, где она его выкапывала. Ты меня спрашиваешь. Янки испытала. И что, мы туда пойдём, зачем кедраж смотреть? Ну, сейчас делать нечего. В подвал картошку доставать. Кто будет доставать? Просто интересно, потому что у людей выросли, потому что у людей выросли, где-то, вместо кедра сосна брать. Ну, я не знаю. И хотя бы надо предупредить, что она не только. Чтобы они выкапывали её, пока не выросли. Не это. Идём к реке. Ну, ну-с. Ну, ну, как сказать. Река в берегах, да? Чуть-чуть на прибыли. Чуть-чуть. Да, на прибыли. А ты что, не идёшь? Крещу. Где? Не сделай, не идёшь. Ой, а ты побрызгался? Я побрызгалась. Антиклещем. Как, что толку? Он же не полезет. Полезет. Нет. Вот. Речушка наша. Ещё даже льдины тут по берегу почему-то. Тают. Давно ли, Ваня, ты клещей боишься? Первый раз вижу. Вот, проход хороший. Без всяких, вот, тропинка. Ну, так и скажи. Верба. Солнышка нету. Река на прибыли. Вот, решила показать вам. Собственно говоря, показывать больше нечего. Всё заросшее такое. Пришли на этот, как, спортивный, что это? Фок. Парк спорта. Флаги. Качель. Прям куча качель. Там лавочки. Там стадион. Сегодня у нас 5 мая. Пасха. За светлой Пасхой всех. Стадион юность. Погода отличная. Плюс 17. Солнышка только нету. Молодёжи много. Что? Мини-футбол, да, там? Играют. А, спортивный уголок. А, ну да, он просто стоит. Он ещё не устанавливает. Ага. Что будет делать? Что-то монтирует. Ну да, хорошо. Тут вообще здорово. Там он атлетический манеж ещё тоже не достроен. Тут вообще всё прямо по спорту. Спорт, спорт, спорт. Спорт – это сила, да? Спорт – это здоровье. Это точно. Мы за спорт. Тут новые качели. Всё классные. Качельки. Кто-то, видать, сделал. Но это новые, Вань, качели. Прям видно. Новые. И вот ещё всё качели. Да, там кто-то сумки охраняет. А это, наверное, там играют? Здесь тоже клёво. Лавочки. Флажки. Спортсмены какие-то приезжали, знаешь, с сумками. Ну, тут нельзя аж находиться. Нога. С той стороны. Здорово. Здорово. Табло. Шеф. Ага. Красота. А фонари поставили. Ну, они уже давно. Так что, вот такой вот вид. Чунский на спорте. Погода сегодня вообще отлично. Флажки развиваются. Вообще классно. Белый, синий, красный. Белый, синий, красный. Трикулор. Только солнышка нету. О, первые цветочки поехали на берег речки Чуна. А тут вот такая красота. Подснежники. Первые цветы. Красивые. Тут, правда, лазить опасно. Клещи могут быть. Посмотрите, какая красота. Некоторые только выпрыгивают. Ой, красотульки. Сейчас. Вот этот. Вот этот вот. Ой, красавчик какой. Вот. Вау. Проехали маленько дальше. А тут. Даже не знаю, куда пойти. Посмотрите. О. Это мы тут. Ой, все синяя. Все синяя. Вот они красавчики. Тут маленько суховато, правда. Они такие подсушеные. О, красотульки. Это первые наши сибирские цветы. Да, наверное, потому что посмотри, как их много. Ножди за жарой жарко стало. Все в цветах. Это мы на Лэпе. Все в цветах. Ну, они тут мелкие такие. Ножки маленькие у них. Красота. Красота. Все, синяя. Камера так не передает. Ладно, поехали к реке. Да нет, они просто медленно двигаются. Затарахтели. А, повернет сейчас. Ух, я хотела. Думала, сюда доплывут. Разборачиваю. Сейчас увидел, наверное, свалю. А че? Ого. Хотела так поснимать этих рыбаков, а они раз и на хода. Я подумал, рыбнадзор ждет. Да? Такое возможно? Нет. Ну, что же рыбнадзор на берегу будет ждать? Место, конечно, мы это... Вон оттуда мы пришли. Спустились оттуда. Так-то крутой спуск. Но это самое лучшее место на данный момент. Мы нашли покупаться. Здесь пока... Там какой-то след. Где? На той стороне. Ну, там что-то берег какой-то не очень. Вот это пока самый классный мысок такой. Вот этот вот. Вот он. Здесь, правда, еще такие, смотрите, эти... Ледяные эти не растаяли. Так по берегу. Да, уплыл, увидел, видать, нас. А место тут, конечно, шикардосное. Здесь такая тишина. И вот эти штуки, это специально, наверное, как, чего? Ну, это же не волногасители. Как это называется? Мне, чтобы, блин, это разбивало. Вообще интересно. А, лед, чтобы разбивали. Видишь, поворот. Вот их раз, два, три, четыре, пять. Птичка чирикает. Шикарно. Что? Машина подходит. А что ж ты ее открыл? Ой, какая красота! Все, сбежали рыбаки. Пойдемте наверх. О, сейчас подниматься в горку. Еще сырая. Еще земля вон какая сырая. Так, спустились. Ну, дышится обалденно тут. Еще классно тут. Да, зимой здесь люди на плюшках катались. Вот с этой горы. По склону и на реку. Красота. Подъемчики, конечно, это. Подняться сюда. Как, Вань? Сюда. Это ж какой силы надо? Например, как... Не, я подняться-то поднимусь, но... После зимы что-то это... Селов нету. Вот такая красота. Ой, как птичка поет. Шикарно. Где-то на дереве птички поет. Красота. Сейчас маленько по берегу еще прокатимся. Посмотрим. Может, там где что... Тоже есть какое-нибудь хорошее местечко, да? Ну, вот это ничего такое. Покупаться можно сюда приехать. Более или менее. И народу немного. Ну, тут-то да. Люди, конечно, нагадили. Люди бессовестные. Люди приезжают, все кидают. И вот-вот... Не хотела показывать, но это просто вообще жесть. Вот так, люди, кто-то недавно отдохнул здесь. Ну, возьмите вы эти пакеты, сожгите. Какую-то ерунду какую-то намесили тут. Непонятно что. Эрунду. Непонятно.